Тем, кто хочет добраться до высокогорного поселка, нужно запастись терпением и иметь специальный пропуск. Путь до Аибги, расположенный в приграничной зоне, занимает более трех часов. Дорога идет по скальному участку. Преодолеть ее можно только на внедорожнике. Сейчас в поселке зарегистрировано около ста жителей, но постоянно живут не более 30. В основном это пенсионеры. Пожилым людям часто требуется медицинская помощь, но открыть фельдшерский пункт муниципалитет здесь не может. По закону ФАП можно организовать только в селах с населением свыше 150 человек. Аптечка скорой помощи есть. Она хранится у председателя местного ТОСа. Но инструкции по ее использованию активист села от медиков не получил. За халатное отношение к своим обязанностям мэр предложил уволиться, заместителю к начальнику управления здравоохранения. Послушайте меня. Вам доложили, а вы не проверили. И таких у нас начальников слишком много. Поэтому, наверное, вы сегодня приедете, слушайте меня внимательно. Я мэр. Вы сейчас вернетесь отсюда и напишите заявление. Хорошо? И можете сейчас уходить. Потому что я дал время и даже переносил. По распоряжению главы Сочи в АИБГУ отправят автобус здоровья с мобильным медицинским оборудованием. А врачи всех специальностей проведут комплексное обследование здоровья сельчан. Во время обхода выяснилась и еще одна проблема. Жители горного села почти не получают помощи от Сокзащиты и Пенсионного фонда. Почти все сельчане получают минимальную пенсию. Анатолий Пахомов дал поручение в кратчайшие сроки проверить все документы и по возможности признать людей малоимущими. Тогда они смогут получать дотации на услуги ЖКХ. А по всех проволочках глава города попросил сообщать ему лично и дал сельчанам свой номер телефона. Я возьму под личный контроль и будут мне докладывать, как работают с пенсионерами, какие у них проблемы. Ну и, конечно, оказание услуг ЖКХ. Они тут нужны. Но, конечно, самая большая проблема жителей АИБГУ – это состояние дороги. Люди говорят, что ее не расчищали уже более года. Ответственность за это несет национальный парк. Дорога находится на балансе этой организации. Мэр сообщил, что администрация курорта заставит нацпарк выполнять свои обязанности через суд. Соответствующее заявление уже подано. В основном, конечно, вопрос – это нам дорога. Ну, раз пообещали нам дорогу немного подремонтировать, значит, уже будем надеяться, что будем зимой хоть сообщение какое-то будет. Так бывает же, если много снега, мы по два, по три месяца отсюда не можем выехать. К отдаленному горному поселку не подведено никаких городских коммуникаций. Но эту зиму жители АИБГУ проведут со светом. Две недели назад по распоряжению администрации курорта здесь установили 100-киловаттный дизель-генератор. На тот случай, если эта техника выйдет из строя, мэр потребовал установить резервное оборудование. Галина Захарова, телекомпания ФКТ